Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим о том, что необходимо знать о споре нестяжателей и асифлян для ЕГЭ по истории. Меня зовут Ира, я 7 лет преподаю историю в Эббиуме, и каждый второй мой активный ученик сдает ЕГЭ по истории на 80 плюс баллов. Поэтому, если хотите так же, если хотите уметь решать задания даже про асифляна и нестяжателей, то записывайтесь на наши курсы подготовки к ЕГЭ. Ссылка на актуальные есть в описании под этим видео. Но теперь перейдем к делу, перейдем к асифлянам и нестяжателям. Где эта тема может вообще у нас попасться? Ну, например, в задании второй части 18 или 19. Задание 18, вот здесь представлено, это вообще задание от разработчиков, от Артаса. В церковном споре великий князь Василий III поддержал асифлян. Укажите причины и последствия этого события. Или, например, задание 19, задание на определение термин. Раскройте смысл понятия нестяжателей или раскройте смысл понятия и асифляне. Поэтому в теме важно и нужно разобраться. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Начнем с того, что вообще происходит с русским государством в конце 15-го, начале 16-го века. Вы, наверное, знаете, что это период объединения, процесс объединения русских земель. У нас Иван III великий во второй половине 15-го века правит. Практически полвека он занимает княжеский престол московский. И объединяет вокруг Москвы русские земли. В общем-то, в его правлении уже заканчивается объединение северо-восточной Руси. И мало объединить государство земли политически. Важно еще объединить их, естественно, на основе какой-то идеи, то есть идеологически. Что могло выступить в качестве такой идеологии? Конечно же, православная вера. Потому что во всех русских землях верили в одно и то же. Исповедовалась вот одна вещь православие. Поэтому в этот период начинается процесс сближения церкви и государства. Церковь начинает постепенно поддерживать княжескую власть. И в то же самое время в церкви начинают возникать различные течения, которые представляют альтернативные точки зрения на вопрос о развитии церкви. Как вообще церковь должна развиваться? И вот на этом фоне у нас и появляются нестяжатели и осифляне. Давайте теперь обсудим, кто это такие и каковы были их идеи. Начнем с нестяжателей. Среди лидеров нестяжателей мы можем выделить самого главного человека, основоположника движения. Это Нила Сорского. А также вы себя на Патрикеева. Но еще можете дописать себе Максима Грека. Тоже может где-нибудь у нас на экзамене вылезти. За что стояли? За что выступали нестяжатели? Вообще нестяжатели происходят от слова нестяжание. Нестяжание это отказ от каких-то богатств и материальных благ. Отказ от накопления собственности. Поэтому нестяжатели, конечно же, призывали церковь отказаться от своих земельных владений и богатств. Здесь возникнет резонный вопрос. А откуда у церкви земли вообще? И что это за земли такие? Это земли, которые принадлежали, как правило, монастырям. И на них работали крестьяне. Монастырские крестьяне. И вот эти вот земли и крестьяне, они снабжали людей, которые находились в монастыре, то есть монахов, либо каких-то других духовных делей. То есть у церкви было очень много земель. Вообще церковь была одним из крупнейших землевладельцев на территории русского государства. Поэтому отбирать было что у церкви. Церкви было от чего отказываться. В свою очередь. Вот нестяжатели считали, что церкви не нужны земельные владения и не нужны богатства. Также нестяжатели выступали против казни еретиков и вероотступников. Считали, что всех нужно прощать и отпускать. Ну да, еретические движения различные действительно в этот период тоже развиваются активно. И полагали, что власть церковная, она должна быть высшей властью. И в том числе церковь должна быть судьей не только для простых людей, но и для князя. То есть церковь должна как бы стоять выше княжеской власти. Вот эта идея не очень нравилась русским князьям, но в целом русские князья поддерживали нестяжателей, потому что вот эта вот идея отказа церкви от своих земельных владений, это что значит? Значит, что церковь откажется от них. И вот эти вот земли, они не просто где-то растворятся, они и придут в земельный фонд самому князю. То есть князья хотели таким образом обогатиться за счет церковных земель. Это что касается нестяжателей. Им противостояли иосифляне. Лидером иосифлян был Иосиф Волгский. И тут все ровно наоборот. Иосифляне выступали за сохранение церковных владений, считали, что церкви нужны земли, церкви нужны крестьяне для того, чтобы монахи, другие духовные деятели могли заниматься своей службой, могли заниматься благотворительностью, молитвами. То есть тем, чем они занимаются все время, а не как-то пытаться вклинить свое расписание, необходимость там обработать огород и что-то себе собрать с этого огорода для того, чтобы покушать. То есть церкви для того, чтобы нормально осуществлять свою деятельность, нужны земельные владения, нужны крестьяне, которые будут их обрабатывать. Иосиф Ляне, Иосиф Волгский также поддерживал казнь ертиков и вероотступников, считал, что с ними нужно расправляться жестко, и призывал всех подчиняться власти князя. То есть власть князя он стоял выше церковной власти. И это в дальнейшем. И начнет нравиться московским князям. Давайте посмотрим, как вообще обстояли дела, как развались отношения между князьями и вот этими нестяжателями и сифлянями. Иван Третий, например, при котором это все начинает развиваться. В 1503 году прошел церковный собор, который не имел каких-то существенных результатов, но Иван Третий на нем изначально поддерживал нестяжателей, потому что очень хотелось ему получить вот эти вот самые земли от церкви. Эта идея ему очень нравилась. В 1504 году прошел второй церковный собор, и на этом церковном соборе с очень такой яркой речью выступил Иосиф Володский, и за этим церковным собором 1504 года последовало сожжение еретиков, расправы над ними, ну потому что и сифляне поддерживали казнь еретиков и вероотступников. Но в итоге Иван Третий перешел именно на сторону иосифлян, которые призывали всех подчиниться власти князя. С Василием Третьим тоже со следующим князем московским была интересная ситуация. Он тоже изначально поддерживал идеи нестяжательные, но опять-таки по той же самой причине желал получить от церкви свою пользу, в пользу московского князя земельные владения. Но со временем вкусы Василия Третьего изменились, потому что у Василия Третьего, напомню, была вот такая вот ситуация. У него была первая жена Сламония Соборова, с которой он в браке стоял 20 лет, и за эти 20 лет они не смогли завести наследника. А Василию Третьему очень важно было завести наследника для того, чтобы продолжить княжеский род. И поэтому Василий Третий захотел развестись со своей первой женой. А Русская Православная Церковь это не разрешала. И нестяжатели не поддержали в этом стремлении Василия Третьего. А осифляне считали, что вот этот вот развод Соломонии Соборовой и заключение нового брака, это государственная необходимость. То есть государству необходимо иметь наследника престола. Поэтому они поддержали этот развод и новую женитьбу, свадьбу Василия Третьего с Еленой Глинска, из брака которых появится Иван Васильевич, Иван Четвертый Грозный. Вот поэтому в итоге Василий Третий начал поддерживать и осифлян. И если вообще говорить о том, кто вышел победителем из этого спора, то можно сказать, что победителями вышли и осифляне. В княжении Василия Третьего Максим Грек, Васян Патрикеев, они были осуждены и заточены в монастырь, были заключены в монастырь. И в конечном счете уже при Иван Четвертом в 1551 году состоится церковный собор, который не заставит церковь отказаться от всех земель и богатств, поэтому мы можем сказать, что в споре вышли победителями и осифляне. Но он ограничит рост монастырских владений. Ну и в целом в этот период произойдет сближение церкви и государства, как я уже упомянула, и князь, а в дальнейшем и царь, начнут все больше опираться на церковь при принятии своих решений. Ну и вот задание 18 страшное, которое я вам показывала вначале. Что на него нужно отвечать, как его нужно решать? Причина спора между осифлянными и нестяжателями. Ну мы уже основные вещи проговорили. Это, конечно же, вопрос о церковных богатствах, о землевладении церковным, о казнях еретиков, вероотступников, нестяжатели выступали за помилование раскающихся еретиков, а также утверждали, что монастыри не должны заниматься благотворительностью и хозяйственной деятельностью. А значит, им не нужны земельные владения. А осифляне наоборот. Б. Причину поддержки осифлян со стороны Василия Третьего. Ну понятное дело, что хотел он развестись со своей первой женой, нестяжатели эту идею не поддержали. И осифляне поддержали, сказали, что это государственная необходимость, поэтому Василий Третьий в итоге поддержал именно и осифлян. Ну и последствия поддержки и осифлян со стороны великого князя для русско-православной церкви. Что здесь у нас указано? Василий Третьий признал право монастырей на земельное владение и добился поддержки своей политики стран-церкви, что привело к росту церковного землевладения и расширению участия представителей церкви в государственном управлении. Например, вот у нас митрополит даже заседал в Боярской думе. Вот такие вот вещи, вот такое вот, казалось бы, неподъемное здание 18, которое после такого небольшого видео легко решается. Эту и кучу других тем, как по культуре, так и по основной истории исторической географии, мы разбираем очень подробно в нашем курсе полной подготовки к ЕГЭ, который называется «Основа». Стартует он уже в сентябре, поэтому скорее приходить на него. А если вы смотрите это видео гораздо позже, то вы можете заглянуть в описание под этим видео, там будет ссылка на актуальный курс, потому что практически каждый месяц у нас проходят запуски новых курсов, и вы можете посмотреть, возможно, то, что вы искали, то, что вам подойдет. Но вообще лучше, конечно, присоединяться в сентябре для того, чтобы у вас было как можно больше времени на подготовку к экзамену. Записывайтесь в основном, смотрите другие видео, приходите на онлайн-занятия, и, надеюсь, еще встретимся. Всем большое спасибо, всем пока-пока!